очень или не очень так пипец как холодно если честно я в шоке того что пипец как холодно еще и пипец как грязно как дела у вас я в шоке блин как грязный так не хочу я короче напялила каблуки пошла по снегу все обувь испачкала ты крутая спасибо я просто загорелая поэтому я такая крутая сегодня блин очень руль холодный мне ручки замерзли зачем ухаживаю короче хочу музыку хорошую так подождите ой слышите you kiss me once i kiss you twice шикарная женщина нет слова обожаю вас спасибо подождите сейчас я только жвачку выплюну вот все не мешает а то я когда говорила я боялась что у меня жвачка изо рта выпадет огромное огромное спасибо мне очень-очень приятно даже не просто приятно а пипец как приятно я бы сказала так так это старенькие праздники что еще я вообще на самом деле недавно проснулась мне кажется по мне это видно вот это зубы да реально вот это зубы горят светятся это чтобы не потеряться понимаете я бы не просто это у меня кого из детства просто идет я в детстве сильно испугалась когда выключили свет и все теперь если вы специально сделала зубы чтобы нигде не потеряться чтобы всегда все видно чтобы свет был это мне зубная фея подарила между прочим так так вот включила наконец-то свою любимую носочку что с носом я не знаю что с носом так что вам рассказать я уже выехала на дорогу нос у меня грязный не знаю почему я не знаю что сделать с носом вы все время до него докапываетесь как будто вы разговариваете не со мной с моим носиком давайте мы уже оставим мой нос в покое просто будем жить радоваться общением друг с другом хорошо можно как-то так этот вопрос решить или это сложно у тебя автосокар нет я просто загорелая ухожу в солярий очень сильные круги под глазами потому что недавно проснулась сегодня я сдавала на пожарника понимаете сегодня проверяли хорошо могу спать или не хорошо я сдала на отлично так конечно не слостат расскажи про свои так нет почему валерка называют его мужчину венцеславом не знаю валера просто думают что имя валера она намного лучше чем венцеслав так да то что там с днем рождения валера ну что с днем рождения меня не позвали вы представляете меня вот такую прекрасную женщину цветочек праздника взяли и не позвали я была в шоке конечно я думаю вот это люди пошли в наше время ничего не понимают твои любимые духи мои любимые духи это рожа 51 просто блин боже как холодно я думаю почему так холодно я печку не включила в машине я в шоке просто ужас как холодно и не чувствую свои руки а мне нравится эта музыка я люблю джаз мне очень нравится джаз я кайфу от джаз если вы джаз не понимаете это ваша проблема так ладно я пойду а то вы мне все только гадостью пишется задолбали со своим носом я не успеваю сообщение читать но вижу только все про про нос про нос про нос больше ничего не нужен блин как бы так телефон поставить хорошо я не уйду только бы телефон как-нибудь так поставить он не стоит потому что у меня больше нет тепла этого я раньше был силиконовый чумол а сейчас не силиконовый я включила печку но пока дует теплый воздух джаз любят аристократы я тоже так считаю я конечно не знаю но я очень люблю джаз для меня этого для меня это музыка для тех людей которые уже в жизни все успели ну реально круто вот это я бы свой джаз включила здесь просто это радио так себе не очень так есть много крутой музыки круче руки пипец как замерзли жопа пипец как горит потому что поставила изначально на тройку сиденье чтоб подогрелось надо поменять жопу и руки местами надо поменять жопу и руки местами подожди пока погрею под попкой так так где бэтти? бэтти с моей тетей бэтти 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 блин у меня лицо такое правда уставшее видно как это уставшее нет нормально? бэтти джаз бэтти Тес бэтти вот Так, ну что, давайте вопрос. У нас почти 2000 человек, мне стыдно, что я никакую полезную информацию несу, понимаете? Ты полетишь в Монако, конечно, полечу, куда денусь. Меня там уже все ждет. Меня там уже все ждет. Хотела написать, что уставший вид, а у меня что-то вид реально уставший, не знаю почему, на самом деле. Может потому, что чересчур долго спала. Ты так нравишься моей маме. Спасибо. А вы девочка или мальчик? Хотя нет, я уже нравилась мужу своей мамы, это не помогло. Ой, не мужу своей мамы, а нет. Точнее, моего мужа мамы я уже очень сильно нравилась, но это не помогло. Так, сколько вы везете? Ну сейчас она где-то 52, а вообще 49. У меня ручка затекла, я больше не могу. Блин, у меня такая обувь грязная, я в шоке. Я вышла, вот первый раз я хотел обувь. Тата, ты такая красивая, фастивая. Я люблю комплиментики, спасибо большое. Что тебе, Винсент? Вы представляете, я, кажется, свои вторые сережки потеряла из Сен-Лоран, которые, помните, у меня длинные такие были. Так жалко. Блин, я столько всего теряю, ужасно просто, на самом деле, не знаю почему. Пробки. Таточка, ты прекрасно выглядишь, спасибо. Я уже отвечала в этот вопрос опять про Валеру и про его день рождения. Я не пошла на день рождения, потому что у меня цветочек этого праздника меня не пригласили. Я тоже удивлена, не спрашивайте почему. Для меня это тоже является загадкой, если честно. Но так получилось. Какой самый запоминающийся подарок подарил мужчина? Вообще из всех мужчин или какой-то конкретный? Вообще из всех 501 роза был мой самый большой такой. Но это даже не подарок, там у меня была жилетка питоновая в подарок, часы. Это было очень давно. Это было тысячу лет назад. До нашей эры почти. Тебе остались чувства куалерии? Нет, слава богу. Нет. Тата, где Сергей покупала? Это Гуча, мне кажется, это видно, что Гуча. В магазине обычно. Таточка, где твоя мамочка? Блин, моя мамочка. На самом деле я уже по ней соскучилась. Я ее не видела черт знает сколько месяцев. Она изначально улетела в Китай, и потом она улетела в Таиланд со своим мужем. И вот они там, в Таиланде уже, который четвертый что ли, или третий месяц. Я одна. Совсем одна. Но я не шучу, я не одна. У меня есть моя любимая Карина, которая мне очень помогает. Как-то так. Похоже на мою знакомую, такая же красивая. Спасибо. Так, а мне, блин, кажется, что я правда уставшая выгляжу. Хотя вроде синяки не такие уже сильные. О, я так люблю этой песни. Блин. Блин, я в шоке. Короче, там полицейские. Я сейчас увидела полицейских, и я вспомнила, что я не взяла документы на машину, не взяла права, ничего не взяла. Блин. Что делать? Черт, блин. Я домой не поеду больше. А если ты меня поругат, если я забыла права? Ну, не права вообще все документы. Кроме страховки. Если бы я сейчас этих полицейских не увидела, я бы даже не поняла. Так, полицейские. Вот они сейчас, прям сейчас будут, прям рядышком. Вот я с лостонарушитель еду, а вы меня не видите. Так, вот они рядышком уже. Я буду делать вид, что все нормально, я ничего не нарушила. пока, ребята. Так, блин, откуда такие пробки страшные? Я не понимаю. Так, у тебя праворульная машина, на цветовую нет лево-рульную. Я никогда в жизни не смогла на праворульной ездить. Ну, просто так камера искажает, ну, зеркалка получается. Что за трек? Я не знаю, это радио. Ну, просто введите там и гугли, темола, темола, что-нибудь типа такого. Ты такая красивая с веснушками, спасибо. Я тоже люблю свои веснушки, очень. Обожаю, когда я загорела, или когда лето, когда они меня выходят. А так, зима, когда я не загорела, у меня вообще нет веснушек. Так, ладно, я не могу ни нарушить. Я, честно говоря, не могу так пробки долго стоять. Хотя бы чуть-чуть, вот могу все обрадовать. Как можно ехать и общаться прямо? Если честно, я еду 2 километра в час, может быть, даже вот ноль счет. Мы просто тут постоим практически все время. Кстати, ребят, вы видели мою фотку, которую я вчера выставила? Блин, она мне так нравится. На самом деле, она очень крутая. Здесь сигареты, и многие сказали, что это пустремно. Но на самом деле, процент этих людей достаточно маленький, небольшой. Фотка крутая. Мне она напоминает, как кадры из фильма, если честно, мне очень нравится. Мне очень нравится эта фотка. Она реально как кадры из фильма. И прикинь, ты мне просто пипец, как много людей прислали скрилы, что они поставили себе на аватарку мою фотку. Точнее, не на аватарку, а на доставку. Но есть те, которые на аватарку поставили. Мне пипец, как приятно. Огромное-огромное спасибо. Для меня это, я даже не знаю, как это сказать. Блин, это вес, как круто. Правда, мне очень приятно понимать, что вот кому-то я настолько сильно нравлюсь, что я не готова смотреть меня всегда. Но я правда кайфанула. Я утром проснулась, почитала сообщения, посмотрела все эти скрины. Мне прям очень было приятно, правда. Я прям очень довольна. Почему отекшая? Почему-почему? Почему отекшая? Не пила. Соленая не ела. Не знаю. Спала мне. Мне не нравишься. Но если я тебе не нравлюсь, ты не заходи на меня, не смотри, не тревожь свою психику. Мне когда что-то не нравится, я это не делаю. Я делаю только то, что мне нравится. Понимаешь? Жизнь так устроена, что нужно жизнью наслаждаться, а не наоборот делать все возможное, что тебе не нравится. Что я раньше? Так, так, что там? Таточка, ты прекрасна, спасибо. Просто до этого комментария я прочитала другой комментарий, очень плохой. Надо думать, ладно. Понимаешь, меня порадовал. Таточка, какая песня тебе нравится? Есенина стихи, там, «Заметался пожар голубой». «Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь, Первый раз отрекаюсь скандалей. Был я весь, как запущенный сад, Был на женщины зелья падки, Разонравилась пить и крестать, И терять свою жизнь без оглядки». Это вот этот вот стих, только вам его надо найти в музыкальном варианте. Таточка, передай, пожалуйста, приветному Кузнецку. На Кузнецке передаете вы большой-большой-большой привет. И желаю вам процветания всему народу, который там проживает, но и самому городу. Таточка, ты очень веселая и красивая, спасибо. Я рада, что я вас могу веселить, улыбать. Что все дороги, все стоит, все стоит, кому это даёт. Сто раз пишу про вес, про вес. 49 килограмм. Девочки, никакой фантастики нет. Спорт, правильное питание. Спорт, правильное питание. Никакой фантастики нет. Вот здесь, честно говоря, мне уже надоел этот вопрос, потому что он абсолютно глупый. Я пишу, девочка, мне задаёт вопрос. Пишет мне в директ, типа, скажи, пожалуйста, как ты похудела? Я говорю, никакой фантастики нет. Закрываешь рот, правильно питаешься, занимаешься спортом. По факту так как бы всё и едет. Она говорит, нет, я в это не верю. Ну, Господи, ну, если вы думаете, что существуют такие таблетки, как похудение, для богатства, для счастья и для здоровья, такого не бывает. Такого правда не бывает. Просто нужно любить себя, любить своё тело, не относиться к своему телу, как к мусору. Хотя, если честно, у меня такие, как бы, проблемы всё равно периодически бывают, потому что очень часто бывают срывы, и я питаюсь, могу сказать, что неправильно, неправильно в том смысле, я ем немного, но один раз, это может быть где-то ночью. А так я очень пью просто новый поль. Нужность всегда правильно питаться, это залог успеха, залог здоровья, залог вообще всего. Ну, ну, какой? Ну, ладно, не хочу материться, но просто... Таточка, как с Венцем? Не назвайте его Венс, пожалуйста. Мы с ним не ругались, на самом деле. Это просто мои личные заморочки, которые... Просто сейчас к выбору я отношусь, ну, как бы, были серьёзно, чем до. И у нас, по сути, всё нормально. Просто я должна для себя понять в многие моменты, приму я их для себя в жизни, или непрямую. А так, в целом, грех, конечно, жаловаться, не моя Бога. Да, это будет неправильно с моей стороны. Ну, не то, чтобы жаловаться, не на что жаловаться. Тут как бы уже лично мои заморочки. Как встретить хорошего мужчину в этой полиции? Ну, как встретить? Я не знаю, мне кажется, это судьба, девочки. Нет... Понимаете, вот когда говорят, даже вот сейчас там комментируют мои отношения, да они скоро останутся, да они там это, да они то. Что мужья не бросают, объясните мне, пожалуйста. Бросают, точно так же бросают и мужья, и жёны, и с 10-летним стажем брака, и с 5-летним стажем брака, а то и больше. Жизнь, она очень, как раз, все мы знаем, что это непредсказуемо. И какие-то прогнозы делают, для меня это смешно, потому что эти прогнозы выглядят, знаете, как будто какие-то гадания, там, в ночь на Ивана Купалу, и все в этом роде, все в этом роде. Никто не узнает, может, всю жизнь пройдут вместе люди, а может быть, расстанутся, а может быть, столько всего пройдут, и в итоге все равно окажутся предательством. Все, так что... Так, а мне куда надо? Да мне надо на озерную. Блин, а куда это мне надо на озерную? Я не понимаю. Значит, на разворот. Я все правильно объяснила? Как вы думаете? Вы со мной согласны? Блин, я не туда поехала, че? Я сейчас расстроена, я не туда пульс свернула опять. Все время у меня такая фигня. Блин, с телефона нет времени, что-то делаю на этом. А, ладно, я сейчас вот так вот вернусь. Винцепт мне написала, чтобы я хорошо смотрела на дорогу, а не спиной в телефоне, но мне, как всегда, все наоборот. Так, я хочу больше шума. На айфоне находят даже выключено. Блин, я не знаю. У меня есть программа найти айфон. Там как показывалось, что он еще его не включал, а так он как бы не включался, и он не показывает местоположение. Если вы знаете таких фантастических людей, которые могут помочь, в этом я была рада. Так, так, тактика, ты жираф? Ну, конечно, жираф, потому что ты сразу не заметил, что ты меня очень долго доходишь. Пока дойдет через шейный позвонок, пока до мозга, и так вот потихонечку. Но главное, что информация доходит. Что? Винцепт, что? Сейчас. Винцепт тебе не нужен, или ты ему перестала быть интересной еще ребенком и с вещами? Не знаю, вообще-то он... А те, кто меня смотрят, те, кто меня любят, те, кто наблюдает за моими эфирами, все видят, что... Ну, вчера мы с ним разговаривали, и все хорошо. Он смотрит на меня влюбленными глазами, и вот и тут все хорошо. С его стороны. С моей, как бы, на 99,5 тоже. Так что не надо говорить, потому что вы не знаете. И если вы считаете, что для мужчины ваш ребенок или вообще чьи-то дети являются обузой, я вас поспешу расстроить, разочаровать, что это не так. А пока вы, женщины, будете относиться и бояться своего ребенка, будто бы это после ребенка вы никому не нужны, и вы вообще там никчемная женщина, и так к вам и будут относиться мужчины. Я считаю, что мой ребенок для меня это мое сокровище. И моему молодому человеку, или там будущему мужу, повезло, что... Конечно, не то, чтобы повезло, я могу сказать, что повезло, но я сам ребенка очень люблю, и я считаю, что мой ребенок для меня это мое сокровище, это мое золото, это моя находка в жизни, и он как бы должен относиться к этому так же. Он должен чувствовать изнутри, что для меня мой ребенок не является обузой, а наоборот, это часть меня. И если он любит меня, он должен считаться с этим. Он должен не то, чтобы считаться, а относиться к этому, как ко мне. Она — это я. Не можем мы быть по раздельности, не можем мы быть не вместе, и мужчины, они чувствуют вот этот женский страх, когда женщины в себе не уверены и думают, что вот, ну, меня сейчас ребенком никто не полюбит, я сейчас никому не буду нужна. Я нужна. И с двумя детьми будешь нужна, и с тремя детьми будешь нужна. И, ну, с пяти, может быть, уже будет посложнее. Но поверьте мне, женщины, вы нужны. И не важно, есть у вас дети или нет у вас детей. Я знаю очень много одиноких женщин, у которых нет детей, но у них нет мужчин, которые их любят и которых благотворят. И знаю очень много женщин, у которых есть дети, и которые очень счастливы со своими новыми мужчинами, да, с новыми отцами, так скажем, и они не чувствуют разницы между настоящей любовью отца и ненастоящей. Давайте будем честными, не будем витать в облаках. Очень много матерей, которые, точнее, очень много мужчин, которые взяли под опеку детей, которые воспитывают чужих детей и любят их так же, как своих, а то и больше. Поэтому я не хотела бы, не хотела бы так, просто у нас вообще принято, я смотрю, в принципе в стране, думаю, что все мужики козлы, все мужики такие, сякие. Не все мужики козлы, очень много прекрасных мужчин, и нужно поставить, отдать им должное, которые любят, любят детей своих женщин и считают их точно так же своими детьми, воспитывают их, дают образование, любовь, теплоту и все, что с этим связано. Не надо далеко ходить, возьмем, допустим, моего супруга бывшего, Валерина, мама была в разводе, и ее нынешний муж, с которым у них маленький, 10-летний ребенок, нынешний муж взял Валерину маму с двумя детьми, причем со взрослыми, они уже ходили в школу, и он на 10 лет младше, чем Валерина мама. Эта любовь продолжается по сей день, они воспитывают прекрасную, умную девочку, они живут душа в душу, он очень ее любит, он смотрит на нее влюбленными глазами, он ее обожает. И когда он воспитывал Мишу и Валеру, у него не было разницы между Мишей, Валерой и своей Миланой. Просто Милана девочка, и она как бы помладше, и уже, понятное дело, другие чувства, но на данный момент, потому что мальчики уже очень большие, Валерия уже исполнилась 30 лет, но не смейте так думать, девочки, я вас очень прошу, это очень неправильно, это очень неуверенно в себе, это очень... Это даже подло по отношению к своему ребенку, это я так считаю, и мне кажется, это правильно, так нельзя. Поэтому я вам желаю счастья, любви, правильных мыслей, когда у вас будут правильные мысли в голове, тогда у вас будет правильно налаживаться жизнь, и судьба, и вообще, в принципе, энергия, Вселенная, она вам будет подкидывать то, что вы хотите. И она будет вам подкидывать в большинстве своем то, что вы... то, о чем вы больше всего думаете. А очень часто в неправильном мышлении люди чаще всего думают о том, чего они не хотят. Но Вселенная не понимает это желание, как бы, хотеть или не хотеть, она просто понимает, что ей нужно сделать то, о чем вы больше всего думаете. И вот когда вы больше всего думаете о каком-то негативе, то это вас чаще всего и ждет. Поэтому я хочу, чтобы вы себя любили, любили своих детей, любили окружающий мир, любили мужчин, даже несмотря на то, что если они вас обижали, это все глупости. Всякое бывает, попадаются и хорошие люди, попадаются и плохие люди. Точно так же и друзья, самое главное верить, продолжать верить, что жизнь прекрасна, и вас еще ждет много всего интересного. Поэтому я сейчас выйду из полного эфира, потому что я доехала, дальше поеду по делам, и попозже обязательно к вам еще дойду. Я вас очень люблю, и поговорим с вами на эту тему еще раз. Муа! Пока!